Чё я такой жёлтый, блин? Комментариев, типа, что ты за какую-то фигню несёшь? Какой-то бред ты несёшь? Типа, такие вот комментарии были самые частые. Короче, просто я подобное видео снимать не умею. Но надо учиться, и сейчас мы этими займёмся. С чего же бы начать? Ну, наверное, с того, сколько сервак прожил. Потому что в данный момент, я думаю, сервак уже 100% загнулся. Сегодня 5 сентября, сервак стартанул 11 числа прошлого месяца. Получается, сервак прожил всего лишь 25 дней. И то не 25 дней. Как по мне, сервак уже давно дохлый. Я думаю, сервак прожил, ну, максимум 2 недели. И то это прожил 2 недели, это сильно громко сказано. Потому что с этих 2 недель, 4 дня были до сатаки. И вот, получается, всего лишь 10 дней сервак жил. 10 дней! Смешно даже. И даже за этих 10 дней фана на серваке не было. И онлайна тоже нормального не было. Если я скажу, что сервак умер, я, наверное, буду ошибаться. Потому что он даже и не жил то, по сути. Такой провальный запуск проекта я связываю с тем, что админы совсем не делали рекламу этого сервака. Они какую-то маленькую-маленькую очень рекламу сделали. И всё. Про этот сервак никто не знает. Никто не слышал. И потому здесь очень маленький онлайн. А маленький онлайн это самый-самый большой минус этого сервака. Рекламу я видел только на одном месте. Это на сайте Daniela.defo. Если бы не та реклама, я про этот сервак бы и не узнал. И это, получается, пятый старт этого сервака уже. Пятый старт! И только на пятый старт я про его узнал. Но, получается, прошлые старты тоже были без нормальной рекламы. Это админам минус. А, ещё админы конкурс делали. Типа за репост. Но после конкурса я эти итоги конкурса не нашёл. Кто выиграл в том конкурсе, без понятия. Тот конкурс тоже вроде бы онлайн серваку не принёс. Что касается доната, это уже судить каждому лично. Для кого-то это дорого, для кого-то это дёшево. Лично для меня, возможно, какой-то перемиум аккаунт купить это 400 рублей, это не много. Но купить Агатион за полторы тысячи рублей, это дофигище, как для меня. И я ещё не пойму, зачем вливать бабки в мёртвый сервак. Я здесь кучу людей видел, которые покупали и Агатионы, и, наверное, и премки покупали. Ещё и покупали талисманы, которые там стоили и по 2, и по 3, и по 4. Последний талисман стоил вроде бы 6к рублей. Зачем тратить бабло, чтобы играть на мёртвом серваке? Вот таких людей тоже не понимаю. Что касается баланса и того, как игра сама по себе сделана, в принципе, мне нравится. Kronos Portal я могу сравнивать только с пентоваром, потому что в подобной игре я до этого не играл. И, припустим, то, что касается баланса, в принципе, мне здесь баланс понравился. Здесь, как мне показалось, нету классов, которые вообще никого не могут убить. В пентоваре такие классы были. И потому, мне кажется, здесь больше баланса, чем в пентоваре. Но здесь нету интересных профессий, нету интересных классов. Всё очень-очень примитивно. В пентоваре были необычные классы, были необычные оригинальные скиллы. Здесь вообще полный-полный примитив. Что касается кача, если сравнить с пентоваром, то в Kronos Portal мне показалось качаться намного легче и намного быстрее. Даже с тем учётом, что я играю за пику, а пика очень медленная, по мобам бьёт очень слабо, и то пикой нормально было качаться. Хотя, конечно же, магам или лучникам, думаю, здесь намного быстрее прокачаться можно. Ещё пару слов скажу про тот класс, с кем я играл. Это пикинёр. Это хэви-мили-ддшник. Хотя его ддшником особо не назовёшь, потому что у него очень слабый ТПС по мобам и по боссам. Но в ПВП пикой 1 на 1 очень неплохо выигрывать. 1 на 1 мне вообще мало кто убивал. И даже в массовых замесах, хорошем пати, с хорошим хилом, пикой тоже очень неплохо. И потому тем классом, которым я играл, я в принципе довольный. Как обычно, я половину уже забыл, что хотел сказать. Нужно было, наверное, какой-то сценарий написать. А то так всё с головы, сижу и записываю видео. Поэтому подведу небольшой итог. Для меня Кронос Портал оказался большим разочарованием. Когда я сюда и шёл, я ожидал от этого сервака получить намного больше удовольствия, чем я получил. Это вообще первый проект, что я знаю, который слился буквально за меньше, чем за 2 недели. Тупо слился. Даже не поднявшись. Ладно, ребята, на этом всё. Всем спасибо за внимание. Лайки простить не буду, потому что знаю, что всё равно дизлайков наставят. Всё. Всем пока. Бу-бу. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова